Гора Медведь В древности южный берег Крыма был покрыт дремучим лесом, а в том лесу жили люди. Тяжело было им выживать среди суровой и дикой природы. На каждом шагу подстерегала опасность. Люди в страхе обращались к Богу, моля о защите и помощи. Шли годы. Люди расчищали дремучий лес, освобождали от камней склоны гор, возделывали землю, сажали деревья и виноградники. Отступили перед человеком лесные дебри, покорились горы, стало ласковее море. Почувствовали люди свою силу и перестали поклоняться Богу. Узнал об этом Бог и страшно разгневался. Полетел он на север, где лежал великий медведь, скованный огромными льдами и крепкими цепями. Бог раздвинул льды, снял с медведя цепи и велел плыть в южную страну, чтобы наказать непокорных. Обрадовался медведь свободе и поплыл по морям и океанам. В том месте, где лежала деревня Форос, он вышел из глубоких вод на сушу. Медведь был громаден, тяжел и страшен, будто необъятная грозная гора. А шерсть на нем была густая, как дремучий лес. Могучие лапы зверя грузно ступили на крымскую землю, и его мощная спина достигла облаков. Такие волны поднялись при выходе медведя из воды, что несколько деревень было смыто. Великий медведь двинулся вдоль берега, разрушая все на своем пути. Страшные лапы раздавливали все, что под них попадало. Острые, могучие когти взрывали землю, оставляя ряды глубоких оврагов и ущелий. Под тяжестью медвежьего тела поползла земля со склонов крымских гор. Обнажились каменные недра, но и камень не устоял перед небывалым грузом. Разрушились с грохотом скалы и целые горы, рассыпая далеко вокруг себя груды осколков. На том месте, где ныне простирается город Ялта, великий медведь пустил в ход всю свою силу. Он давил могучими боками, бил тяжелыми лапами, разъяренно выл и раздирал все неумолимыми когтями. Высокие горы отодвинулись дальше от берега. Глубокие долины и широкие котловины образовались там, где прежде были холмы и пологие скалы. Так великий медведь добрался до цветущей Портеницкой долины, ласкающей взор невысокими холмами, роскошными садами и виноградниками, сочной зеленью лугов, сверкающими на солнце водопадами. Поглядел медведь на красивую долину и увидел, что нет лучшего места в Крыму, а, может быть, и на всей земле. Дрогнуло свирепое сердце. Нет, не будет он больше разрушать этот чудесный край. Он останется здесь жить, чтобы вечно любоваться прекрасной природой, дышать горным воздухом, купаться в теплых водах Черного моря. Он не желает возвращаться на север, где его ждет неволя в ледяном логове. Зевнул медведь так, что горы задрожали, сполз к морю, опустился на колени, погрузил в голубую влагу свою страшную пасть и стал долго и жадно пить. Грозно бурлило море, высокие волны ходили по всему побережью, от тяжелого дыхания зверя. Увидел бог, что медведь перестал его слушаться и произнес слова заклинания. «Оставайся же навеки на этом месте!» Стало каменеть огромное тело медведя. Могучие бока превратились в отвесные кручи. Высокая спина стала округлой вершиной горы. Голова сделалась острой скалой над морской пучиной. Густая шерсть обратилась в непроходимую дубовую чащу. Великий медведь стал медведь горой. Лишь черное море продолжало бурлить около его пасти, как будто он все еще пьет воду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров Н.Александрова